я потерял слайд значит очень важно понимать когда социальную стратификацию общества, если мы так посмотрим вот даже почему важно понять некоторые моменты, давайте мы так представим, это плюс это минус, плюс, минус здесь уровень чистая, нечистая здесь честь, бесчестье честь, бесчестье это власть имущие имеют честь, да, то есть их чествуют им честь и бесчестье вот посмотрим на израильское общество Палестина первого века, кто был вот в этом верхнем краю считался чистыми и в чести, то есть те, кто обладает имуществом, благами первосвященники вот где-то они здесь священники которые ближе к элите сюда ниже могли быть священники и деревенские священники потому что они жили в селе, то есть он уже пересек, а он мог и не иметь ну ничего вот Захария, может быть солисовета где-то были ну они может быть считали сюда, но вот уже по другой шкале ну не так очень богатые могли быть саддукеи саддукеи и богатые фарисеи вот где-то здесь, да давайте посмотрим этот кто был ну не считался, скажем, чистым с религиозной точки зрения, но был в чести ирод, царь, нет аристократия и это аграрная страна то есть крупные землевладельцы где-то 90% может чуть меньше земли была вот здесь давайте так вот здесь было вот так потом средние землевладельцы ремесленники ну здесь вот фарисеи могли быть фарисеи были бедные фарисеи, книжники ну кто как где-то позаработал кто где преподавал но они сюда ближе но не было такой у них чести то есть просто слайд там, у меня все расписано потом ремесленники кто? крестьяне это в принципе амхарец, да помните как у Яна очень четко как относился иудей этот народ невежда проклят он поэтому когда мы говорим Израиль нужно понимать о чем идет речь потому что он обвиняет Новый Завет или христиан в таком негативном отожите Израиль о чем, куда направлена риторика сюда или сюда понимаете в чем дело потому что отношение лидеров к народу очень хорошо формулирует этой фразой народ невежда в законе что проклят он вот такое отношение вот почему Иисус где он чаще всего был среди кого вот они а с этими были иногда терки теперь ремесленники крестьяне рыбаки рыбаки вот часто спорят что Петр это был средний бизнес у него была лодка да здесь спор были ли рыбаки хорошими богатыми спорными людьми либо это были те кто просто потерял уже землю потому что все-таки это аграрная культура общество и земля иметь землю это значит у тебя что-то есть нет земли люди и шли какие-то рыбу ловить еще что-то поэтому большой спор поэтому говорит что они чуть-чуть были приподняты других это насколько мы понимаем экономику и социальную стратификацию этого времени это вопрос но тем не менее вряд ли даже они там лодки да у них лодка был бизнес это еще ни о чем не говорит у них не было земли нету земли все ты никто нет у тебя активов крестьяне рыбаки мытари мытари так кто там еще у нас был о а теперь вот она а теперь маргиналы маргиналы это увечные это блудницы мытари сюда тоже можно записать они где-то были здесь но их блудницы увечные блудницы и прокаженные вот почему когда вдруг появилась блудница в окружении Иисуса вот почему в 15 главе когда идет притча о блудном сыне какая проблема возникла он ест и пьет здесь а для фарисеев есть и пить это как сегодня причастие совершать эти трапезы это бахрот эти вот ну братство братство то есть во первых это если Иисуса принимали если скушали с ним то считали что его принимали свой круг но это то есть его принимали но если он ест с кем-то так это вообще проблема с кем мы ели это с кем мы с кем мы сделали трапезу а ведь чтобы подойти к этой трапезе братской нужно было пройти омовение очищение это это не только покушать это социальное действие поэтому иногда под притчами можно понимать то что Иисус ел с амхарис и блудницами это он делал социальный скандал то есть это было застолье как притча которую он показывал не просто через учение а через свое действие что он ломает вот эту вот стратификацию а теперь читаем Нагорную проповедь ведь в той культуре блаженные и проклятый а Иисус говорит нет блаженный вот тут плюс блаженный кто и вот он перечисляет а проклятый и вот он отберет то есть вы понимаете что это такое а вот те толпы которые были на Галилейском море там его окружали когда он учил и стрелял все запечатление что это не русские туристы которые говорят о Иисус учат и идут опа там снимают а у них что работы нет это же не туристы которые были толпами это люди которые либо не имели земли то есть не имели понимаете для них поэтому когда он их насыщает это великое знамение Царства Божьего это люди это не просто ну сидят такие знаете all inclusive Иисус говорит а вот хотите еще я inclusive сделаю такое хлопы нет это люди у которых реальная проблема насчет покушать это бедные неимущие это вот это вот и то что делал Иисус это действительно как юбилейный год и он к этому призывал это действительно пришествие Бога который на стороне как когда-то в Египте на стороне вот рабов и понимаете какая социальная риторика и вдруг выстраивается вот это вот на мой взгляд почему говорю дефтерномическое благословие в Луки то есть благословие скажи Моисея который Моисей когда-то говорил искал когда ты будешь исполнять законы ну Богу да законы то увидят народы это и что они скажут какой у них Бог какие законы вам же хочется в Сомалии же не хочется жить лучше в Америке там лучшие законы так ведь это есть миссия Израиля вот построить коммунизм ну я так шучу общество ведь как настроена Тора если вы посмотрите на Тору то она так настроена каждая семья работает на себя не в ущерб не за счет других и это общество процветания не на фараона не на царя просто вот посмотрите вот так вот то есть мы я не работаю мы рабы то есть мы свободны мы освободились мы теперь не делаем кирпичи для фараона мы не пашем на этих пирамидах мы работаем на себя но не за счет вас и мы строим общество процветания вот так на мой взгляд настроен и это благодаря тому что это Божьи законы так делать и мечта Моисея осуществилась в Иерусалине в первой мессианской центральной церкви потому что она была вот смотрите давайте прочитаем через Моисееву парадигму все они были в любви у всего народа то есть как бы все восторгались ничего себе одно сердце одна душа никто там не это самое ну просто коммунизм пришел и это есть парадигма это вот есть фокус богословия Луки построение общины построение вот той вот исполнение той Моисеевой мечты но только уже в новом контексте новой ситуации потому что мы все равно сделали свою стратификацию свое деление вот просто прочитайте теперь слова Иисуса Христа в такой вот а я думаю это вот есть карта то есть мы слишком так все духовно спиритуально так привыкли так считать а вот приходит человек и говорит такие вещи вот я построю такое общение есть да еще одна притча но на блудного сына нам не хватит времени вот интересно посмотреть на одну притчу работников виноградники вы ее знаете да опять же есть контекст речевой да вот большие притчи сюда Петр спрашивает тогда обратился к Иисусу Петр а вот мы оставили все и последовали за тобой ну естественный вопрос что нам что нам с этого будет да верно вам говорю ответил Иисус в новом веке когда сын сядет на престоле небесной славы тогда и вы последовавшие за мной сядете на двенадцати престолах чтобы править двенадцатью племенами Израиля откройте внимательно вот откройте эту притчу это Матфей начало девятнадцать двадцать семь тридцать двадцать тридцать и вот притча да сейчас притча начинается вернее двадцатая глава с первого по шестнадцати стих вы знаете эту притчу опять помним нашу триаду да три фокуса структура содержание и функция текста да знаем функцию текста ну правильно мы так вчера говорили Оксана да как Юля 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 но многие кто сейчас первые смотрите заканчивается девятнадцатая глава вот это вот проблема деления на главы по сути вот но многие кто сейчас первые станут последними а последние первыми ведь царство небес царство небесное похоже можно сравнить вот с чем один хозяин пошел рано утром нанимать работников свой виноградник придя в девять часов утра на рыночную площадь он увидел что там стоят еще люди без дела он сказал им ступайте и вы виноградник я заплачу вам что будет причитаться они пошли и в двенадцать часов и в три часа дня он делал то же самое и уже около пяти часов он еще раз пришел на площадь и увидел стоявших там людей и говорит им что вы стоите весь день без дела никто нас не нанял отвечают они он говорит им ступайте и вы виноградник когда настал вечер хозяин говорит своему управляющему созови работников и расплати с ними начни с тех кого наняли последними и закончил и закончил и закончил и закончил первыми пришли нанятые в пять часов вечера и каждый получил по серебряной монете по динарию да первые придя решили что они получат больше но они получили по динарию и получив стали негодовать на хозяина эти последние в час один час один проработали ты же приравнял их к нам а мы ведь целый день надрывались под палящим солнцем но он ответил одному из них я тебя не обидел приятель разве ты сговорился со мной не за один динарий получи свое и уходи а я хочу и этому последнему дать столько же сколько тебе разве я не вправе поступать со своими деньгами как хочу или тебе завидно что я щедр так последние станут первыми а первые последние давайте мы сравним первую вводную фразу да 30 стих 19 главы с 16 стихом что вы там замечаете повторение здесь такой прием как инклюзия часто включается и вверх и вверх и вверх и вверх это содержание как бы начинается и заканчивается похожей фразой вот что-то вот влечено вложение начало и завершение блокируется похожей фразой но это здесь есть одна они не просто повторяются вот эти фразы внимательно их сравните еще раз ладно давайте так смотрите ага заметили чуть-чуть сделаю больше видите меняется последовательность вы скажете ну ерунда какая по большому счету ну да действительно немножко похоже на то что мы сказали как хиазм разворачивается видите вот если так сделать такую форму ну кто помнит группу аба это не о том смотрите первая строчка первые будут последними и последние будут первыми то есть а б б а а заканчивается смотрите не с первых так последние то есть б а последние будут первыми а первые последние видите как разворачивается даже вот эта вот инклюзив вводная и завершающая фраза содержит в себе какую-то идею разворота вот почему иногда вот интересно смотреть структуры да но где происходит разворот разворот происходит самой притчей то есть сама притча она как бы разворачивается да разворачивает некие события действительно та очередь которая выстроена да вот сколько там смен было пять да вот раз два три четыре пять такое движение идет сюда то есть это первые это последние но когда идет расчет то наоборот пятая четвертая третья вторая первая движение теперь идет сюда деньги ну вот деньги ну вот отсюда как бы обратное да здесь слова хозяина вот точка разворота да теперь рассчитайся так начни с последних меня с последних а потом закончишь вот так вот начни с последних а закончишь первую то есть вот здесь разворачиваешься и здесь значит шок конечно у нормального слушателя это тоже возникнет какой-то шок маленький примерчик это просто как на основе вот это вот просто всего лишь история то есть такая повествовательная экзегеза или повествовательная интерпретация да кто не хочет чтобы его начальник отличался добротой и снисходительностью чтобы он больше поощрял и меньше наказывал чтобы он платил больше денег за меньшее количество работы мы хотим меньше работать но больше получать и такой руководитель или хозяин или такая работа что-то из области фантастики и пустых мечтаний это история о том что эти вещи становятся реальностью но совсем по другим причинам раннее утро мужчины городка собрались у биржи труда которая находилась на городской рыночной площади и ждут чтобы получить работу на сегодняшний день выбор небольшой и поэтому все знали кто может прийти и где по всей видимости они могут сегодня подработать знали также что не все получат сегодня работу так уж в жизни случается что богатых и обеспеченных меньше чем бедных и неимущих не исключение наш городок богатых владельцев и потенциальных работодателей которые могут хорошо заплатить можно сосчитать на пальцах одной руки остальные же работодатели немного поднялись сами если и нанимают то платят так себе но протянуть день конечно же можно все надеялись получить хорошую работу некоторые пришли вообще засветли вот появились первые хозяева выбрали одних выбрали других добились о цене и все довольные ушли потом пришли еще и еще но все же их было мало чтобы дать работу всем а затем вовсе уже никто и не приходил остальные мужчины которых никто не нанял остались на площади и поговаривая между собой оградались по сторонам не идет ли кто-либо еще уже около девяти часов утра когда работе уже не могло быть речи приходит один из тех кто был раньше и зовет еще одних повезло же подумали остальные решившие остаться на площади подработав на переносе груза может быть кто-то из торговцев или покупателей попросит их занести товар или покупки домой впрочем всегда можно было о чем-то поговорить прежде чем вернуться домой чтобы опять не смотреть глаза уставшей жене и голодным детям которые где-то играют или промышляют сами в поисках еды и приключений но вот опять он приходит хотя уже двенадцать полдень и приглашает еще одних на площади начались разговоры кто это богач или чудак остальным кто остался была хоть пища для разговоров для разговоров но вот посмотрите три часа и он приходит опять похоже чем больше о нем говоришь тем чаще он приходит взрыв интереса произошел когда он пришел в пять часов похоже день выдался на славу последние шли за ним и думали как бы поработать так чтобы плата хоть была бы хорошей будет у него достаточно работы они согласны работать до темна тем временем рабочие первые смены увидели что объем работы достаточно большой может быть еще и завтра сюда придем плата неплохая есть шанс постоянной работы но каково было их удивление а то и негодование когда они увидели еще одних как они чувствовали себя когда первые покидали рыночную площадь припекало а работы еще много и много ничего хватит и на завтра ну что это еще одна смена шансы на работу на завтра уменьшались и уменьшались но они еще уменьшились когда почти под конец рабочего дня пришли еще одни насколько же хозяин им заплатит если мы за один динарий работаем то они посчитав в уме их деньги они успокоились своим преимуществом в плате и стали дожидаться расчета управляющий выслушал хозяина отошел от него и направился к толпе ожидавших рабочих рабочие первые смены стали впереди всех и первыми собравшись получать деньги вдруг не поняли что происходит первыми стали получать самые последние и получили по одному динарию интересно сколько же заплатит нам трудившиеся с самого утра целый день то ли спрашивали то ли восторгались они наконец управляющий подошел к ним и всем дал по одному динарию недовольства не было конца это что же получается возмущались они а мы работали весь день надрывались под палящим солнцем они пришли только только что и ты им заплатил столько же мы тоже могли провалыннуться весь день а потом прийти за час рубить по динарию почему ты плачешь им столько же как и нам это несправедливо хозяин начал мягко с ними говорить друзья я с вами за сколько договорился за динарии отвечали но кого я обидел поступив неправильно согласно нашему уговору никто не мог формально обидеть хозяина но согласиться что кто-то получил то же что и они было трудно хозяин сказал друзья я дал остальным из своих денег за свой счет не за вас счет вы получили свое а им я дал столько сколько я посчитал нужным разве я не могу распоряжаться своим имуществом как хочу или у вас сердце полная зависть от моей доброты к остальным никто не мог возразить после этой истории Иисус вновь повторил так последние станут первыми а первые последние этому подобно царство отца вот такой маленький пример повествовательный экзегез интерпретация когда мы можем воссоздать не сильно покидая пределы контекста не сильно делая современным что вообще непонятно с чем оно связано тем не менее проблема понятна это было живо социальная проблематика и вопрос мужчин как заработать себе на кусок хлеба был для многих для большинства по нашей схеме только маленькая верхушка людей маленькое количество людей могло себе позволить такой знаете вольготную жизнь все остальные поэтому слова Иисуса Христа эти притчи они настолько глубоки пропитаны нуждой человека что формируют образ Бога который близок к нужде человека самого последнего элемента общества о котором говорили что это проклятый народ он невежда он не знает всех доктрин он не знает всего богословия понимаете еще такой момент и поэтому многие метафоры или притчи то есть метафоры образы которые использует использовал Иисус Христос иллюстрируя царство Бога они как раз таки очень хорошо ложатся на вот эту на вот на эту психологию или вот на это сердце людей и сколько у нас времени еще Валентин 20 минут хорошо мы сейчас перейдем немножко к метафоре образу да например смотрите когда Иисус Христос говорит о что Царство Божие подобно пир это как пир понимаете для нас ну пир да что это такая ну там что что ну скажем это что пир ну пир ну там ну еда ну там ну там шикарный стол как-то ну мы с вами не голодаем представьте себе мы люди которые действительно мы живем в проголодь мы живем в проголодь наши дети живут в проголодь и мужчины вообще ну ну очень серьезно да вот и тут и тут этот образ он очень глубоко входит в наше понимание что Царство Божие это как пир то есть это ведь здесь нужно понять это вот экзистенции да сытому брюху знаете сытая брюхо к науке глухо то есть и в такой проповеди тоже глухо то есть это не наша метафора это не то что цепляет но если вам говорится что Царство Божие это пир когда созываются все сколько притч помните да царь закатал пир пригласил а те отказались идите пригласите тех и вот люди простые они радуются вот оно и это слово пир еда застолье это уже слюни текут это мощный образ который воздействует на слушателя это надежда это отчаяние исполнение всех желаний то есть поэтому образность речи Иисуса Христа его притч это просто таки знаете замысловатые риторические или такой вот ну или полны такого эстетизма они очень глубоко отражались слушателя в их сердцах поэтому такая проблема какие сейчас найти адекватные да вот образы которые действительно касаются людей ну вместе с тем остаются одинаковые вещи это нужда и как она решается сейчас вернусь к своему слайду на сегодня тогда мы закончим ну с притчами у меня просто очень много по притчам основная идея понятна да притча это рассказ это очень мощное такое коммуникативное средство да то есть мы вовлекаемся ну смотрите как иногда структуры помогают увидеть какие-то нюансы вокруг чего вращается смысл да даже вот здесь кроме такой деталь как разворачивается но это сама идея там есть разворот самой притчи притча не просто разворот сюжета это разворот мышления чтобы понять это нужно чтобы произошла что метаноя что такое метаноя то есть обращение это чтобы вновь нас развернулась потому что мы встречаемся с праведностью царства бога а это не наша праведность то есть справедливость потому что праведность это справедливость мы идем со своей справедливостью ну чтобы понять справедливость царства божьего нам нужно что вот это вот этот разворот что произошел понимаете когда наши мозги развернулись и они разворачиваются мы идем тогда мы идем разворачивать другие мозги Проповедь Слова Божьего – это продолжить функцию текста, развернуть мозги. Вот почему Павел, он спорил, говорит, вы вообще не понимаете, это крест Христов, он разворачивает всякое представление о Боге и его действиях. Что вы делаете, вы обратно его все оставите на прежней рельсе. Внимательно изучите богословие Павла, особенно его еврея, который был развернут откровением Мессии, и он не мог понять своих коллег. Вы снова пытаетесь все завернуть обратно. Понимаете? Он продолжал дальше эту риторику, эту траекторию, эту коммуникацию Божьего Слова, Божьего Царства. А притча о блудном сыне, я просто немножко отдельно, там вообще это же песня, классика жанра, как она меняет все. Старший брат, младший брат. Немножко о метафорах. Просто очень много образов, метафор, сравнений в библейском языке. Не понять их, можно не понять очень многое. Опять смотрим на экран. Что мы видим? Ну что первое бросается в глаза? Дальше. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...